Всем привет! Это телегид студии Я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе вас ждут две новинки – мини-сериалы, которые обязательно стоит посмотреть. Все остальное узнайте из нашего обзора. Первая премьера поведает нам историю одной девушки, судьба которой испытывает ее на протяжении всей жизни. Наша героиня живет в приемной семье и мечтает познакомиться со своими настоящими родителями. Поиски приводят девушку в театр, где она получает главную роль в мюзикле. Теперь у Ани есть все – семья, успех в карьере, любовь, мама и папа, приемные и родные. Но вот только враги постоянно вставляют ей палки в колеса. Как справиться с этим героиня, увидим с понедельника по среду в 8.30 утра и в 18.30. Значит, вас интересует регистрация брака за июнь 1996 года. У вас паучок? Где? На руке. Вторая премьера «Черные кошки» поведает не менее интересную историю о жизни знаменитой воровской столицы – Ростова-Папы. В послевоенные годы в городе растет преступность, а наглость бандитских группировок зашкаливает. В такой обстановке сложно заподозрить, что за ограблением склада стоят не обычные налетчики, а рыба покрупнее. Тем не менее, именно такая мысль закрадывается в голову сотруднику уголовного розыска. Как в борьбе с врагами пытливому майору будут помогать самые настоящие уголовники, узнаем с четверга по пятницу в 8.30 и вечером в 18.30. Валяй, ари, шепчет, а то не весь город еще знает, с кем ты тут хороводишь. И шо? За это ж вроде не сажают. Ну шо, нынче опять без дела? Или как? Никак. Примелькались мы на траме. Завязывать надо, пока не повязали. А в среду, мои друзья, мы увидим историю одного не самого пропащего служителя закона, который в силу обстоятельств стал преступником. Николай работает в милиции, и события в его жизни развиваются по наклонной. У героя наступила депрессия, и тяга к алкоголю, да и жена начала ходить налево. Более чем ожидаемый итог – зона знакомства с воровским авторитетом, вакансия в преступном мире. Выйдя на свободу, герой стал работать на мафию. Только вот криминал, как выяснилось позже, очень нервное занятие. Подробности смотрим в ленте «Парадиз» в среду в 20.45. Значит, пять мишеней – пять секунд. Наушники надо? Нет, не надо. А я возьму. Люблю тишину. Всё? Как же так, Коль? Давно не тренировался, да? Вообще-то в грудь стрелять ненадёжно. Там может быть бронежилет. Я всегда целюсь в голову. А этот пятничный вечер наш телеканал предлагает вам провести в прекрасном настроении. Комедия «Хотел бы я быть здесь» познакомит вас с некогда знаменитым актёром. В один момент он осознаёт, что всё ещё не нашёл своё призвание. Семейные проблемы и неудачи в карьере связывают ему руки. Что научит его ценить жизнь? Увидим 7 июля в 20.45. Это ужасная идея. Ты же ничего не знаешь. Чему ты научишь их? Как стать актёром? Есть веб-сайты, пап. Всякие учебники. Это только до конца семестра. Мы справимся. То, что тебя били в своё время в школе, не значит, что их тоже будут бить. Тебя что, били, пап? Нет. О да, скажи им правду. Над ним издевались. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите всё самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. День семьи, любви и верности команда ЛРТ советует вам провести вместе со своими близкими. И пусть фоном для вашего домашнего досуга будет прекрасный концерт. 8 июля в Муроме этот праздник широко отмечают на концертной площадке. Все самые известные музыканты страны споют для вас со сцены. Так что подпевайте, танцуйте и наслаждайтесь этим летним днём. «Яркое шоу» не пропустите в субботу в 16.30. Я не знаю, как ты, я не буду молчать, а нас прощаться, изменять и вина. Я не знаю, как ты, а я буду кричать, а нас прощать и вспоминать, вспоминать. А ещё в эти выходные, друзья, вас ждёт зрелищный исторический фильм об императоре Священной Римской империи, известном как Барбадоса. Получивший своё прозвище из-за рыжеватой бороды, этот немецкий монарх прославился как талантливый полководец и амбициозный, но разумный правитель, мечтавший объединить Италию и вернуть стране былое величие. Увы, его планам не суждено было осуществиться, но те решительные шаги навсегда остались в истории. Смотрим её в субботу в 20.30 и в воскресенье в 22.30. Ну, что ты думаешь? О, боже, это чудо! Мастер будет Эльма, ядро теперь почти в два раза больше. Наш кузнец, Жаванни Деджусана, принесёт детали для новых орудий. Конечно, если миланские консулы дадут своё разрешение. Ну что ж, на этом у меня всё. Это был Телегид. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А ещё за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь, я Антроян. Говорю, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова